Всем доброго времени суток и сегодня хотелось бы немножко поговорить о Денисе Борисове и его пирамиде. Ну точнее это не его пирамида, а такая значит площадка BitConnect, которая работала с депозитами по криптовалюте. То есть ты можешь положить туда 100 долларов и в месяц тебе бы начисляли там приблизительно, по-моему, если не ошибаюсь, 30%. На ажиотаже эта пирамида значит росла очень сильно, Денис Борисов ее так хорошо рекламировал, но при этом он так хитро делал, знаете, я тут типа не при делах, но я-то сколько зарабатывал, у меня там по 500 долларов в день было, но это пирамида, вы же не это самое, можете деньги потерять, будьте аккуратны. Я никого ни в коем случае не призываю, но если что, реферальная ссылка в описании к видео, вот молодец, конечно. Я не знаю, вкладывал ли он вообще свои деньги в это дело, или может зарабатывал только на реферальных ссылках, не знаю. Вот, ну конечно, это было больше рассчитано на жадность людей, так же как МММ, вот все знали, что это пирамида, тем не менее, вкладывали туда деньги. Так же и делал Борис Денисов, не будем, конечно, его обвинять заранее, вот, но факт в том, что биткоин стоил на своем пике, по-моему, 400 с чем-то долларов, вот, и как раз, когда Денис Борисов туда всех завлекал, люди покупали по 400 баксов битконнект. Битконнект, это же очуметь можно вообще, кто-то вложил там 100 баксов, кто-то 200, кто-то штуку баксов, кто-то больше вложил. При этом сам Денис Борисов говорил, что это пирамида, что она может рано или поздно рухнуть, что если у вас... Кстати, он по поводу этого самого инвестиций правильно сказал, и я с ним согласен, если у вас нет лишних бабок, свободных денег, вот, и нет постоянного там стабильного дохода, нефиг вообще в инвестиции лезть, потому что любые инвестиции, пирамида это, не пирамида, это очень рискованное дело. Ты как можешь сорвать куш, так можешь и рухнуть ниже плинтуса, и остаться ни с чем, еще и в долги залезть. А люди там Дениса Борисова обвиняют, там что-то этот самый, какие-то, ну, сами виноваты, повелись в этом, на этом, значит, сыграла ваша собственная жадность. Вы сами туда вложили деньги, вас никто туда за уши не занул. Вот. И покупать вообще что-либо на пике, когда оно взлетело, это просто, ну, глупо очень. Дело в том, что любое, значит, что продается на бирже, всегда умные люди покупают, когда оно рушится. То есть падает сильно в цене, и тогда только делают, затариваются, как говорится. Потом снова поднимается это дело все в цене, и они продают уже по-дороже. Купил подешевле, продал подороже, вот так. Ну, а не очень глупые, умные люди, не очень сознательные, они ведутся на пике. Это то же самое, как было с биткоином, когда он стоил по 20 тысяч долларов. Люди покупали монеты по 20 штук за штуку, по 20 тысяч долларов за штуку, это же очуметь можно. И потом он рухнул до его, по-моему, 9 с чем-то, и они купили по 20 и продавали по 9. Это, блин, вообще победение толпы, это самое, блин, просто, что есть глупое на свете, это нечто. Вот, но если же ты купил уже по 20, тогда вот произошел такой обвал, да, в два раза. Вот, ну тогда жди, жди, потому что он рано или поздно поднимется. Это биткоин, я думаю, что он будет стоить еще дороже, чем 20 тысяч, потому что, ну, финансовый год, опять инвестиции начинают перетекать из одной крипты в другую, вот, и все начинают снова тариться биткоином. Потому что, почему рост произойдет? Потому что сейчас он подешевел, и как раз все его начинают опять покупать, вот, и он начинает подрастать в цене. Он уже там подрос в цене, по-моему, вот, с 9 тысяч там поднялся, по-моему, сама больше было, то ли 12 с чем-то, то ли 13, ну, сейчас он опять упал, ну, он так скачет, как всегда, это ему свойственно, то есть, это нормально для него. Но я думаю, что цена снова поднимется, и будет он стоить гораздо дороже, чем в предыдущий раз. Вот, и что касается по поводу этой пирамиды битконнекта, ну, во-первых, битконнект, ну, как бы сказать, ну, да, с точки зрения, в принципе, вот этого депозита, это пирамида, в принципе, с такой завлекал, замаливали, привлекали, как говорится, инвестиции. Сама же монета битконнект, она есть на официальной бирже, то есть, она продается. Сейчас ее стоимость, вот, я смотрел, утром было 10 с чем-то, вот, а на данный момент уже 8.90. Уже 9 долларов. То есть, она там вообще первоначально обрушилась до 5 долларов, вот. И стоило вот столько, да, и сейчас потихоньку цена растет. Это, скорее всего, связано опять все с тем же, потому что хитрожопые, значит, по 400 баксов не покупали, вот, и ждали, пока он обрушится. И сейчас опять начинают кидывать туда бабло, и он потихоньку начинает расти. И где-то приходят туда, затариваются, и затаривается уже битконнект X, который они сделали от самого битконнекта. Я не помню, когда он там на биржу уходит, но скоро выйдет. Так, и что касается, что касается по поводу затаривания. Я тоже чуть было не повелся на россказне Бориса Денисова. И как-то уже даже закинул на кошелек деньги, сделал перевод. Вот, но потом я посидел, подумал и изменил свое решение, потому что тогда битконнект стоил, по-моему, 200 с лишним долларов, короче, около 300. И я подумал, да ну нафиг, блин, покупать за такие деньги, за одну монету, это глупо, тем более, когда он сейчас на подъеме, смысла нету просто. И я отозвал свою заявку, и я сидел, ждал, пока монета обрушится. И она обрушилась до 5 долларов, что, собственно, вот, побудило меня купить ее, вот. И я подождал и прикупил немножко монет. И теперь, ну я ни в коем случае не призываю никого покупать, это мой личный выбор. Дело в том, что я там, 100 баксов это не деньги, блин, 100 долларов, я не знаю. Я вообще на какие-то мелочи постоянно профукиваю, на сигареты трашиваю, блин, то есть, вообще, 100 баксов обычно никуда улетает. А тут, в принципе, могут даже и пользу принести, то есть, да, может и прогореть, в принципе, это не такая уж и большая сумма, чтобы переживать. Вот, но тем не менее, если битконнект опять подвинется, можно со 100 долларов сделать 1000 долларов. То есть, это, в принципе, очень даже неплохо. Поэтому, будем пока подождать, подрастет он или нет. Ну, если не подрастет, ну и хрен с ним. Будем чем-то, значит, другим интересоваться. Так что, такие вот делишки. Ну, а Денис Борисов, конечно же, да. Конечно же, заманил своими цифрами, что типа по 500 долларов денег зарабатывал, он там инвестиции сделал, 30 тысяч. Трудно сказать, врал он или нет. Может и не врал. Может, действительно вложил деньги. И сейчас, как и все, он попал в просаг и сидит, блин. Когда же... Что же это такое произошло? 30 тысяч долларов превратились, блин, в 1000 долларов. Вот. Ну, собственно. Будем смотреть, что дальше. Поэтому сейчас рано о чем-то говорить. Дело в том, что если любая пирамида, когда она рушится, то есть лавочка тупо закрывается и потом ищи, значит, ветра в поле. Или лови ветер в поле, не помню уже. Но BitConnect, он же не закрылся, правильно? Он все еще работает. Он находится на бирже и им торгуют. Поэтому есть надежда на то, что он все-таки опять начнет свой рост. Вот. Обвал, на мой взгляд, у всех вот этих вот криптовалют произошел из-за того, что основная криптовалюта обрушилась. Это Bitcoin. Он подешевел почти в два раза. И вслед за ним другие валюты тоже обрушились. Но некоторые росли. Рост, я скорее всего, предполагаю, был из-за того, что, получается, возможно, допустим, те же альткоины, кажется, или лайткоины, еще там было. Рост у них был. Да и сейчас продолжается. С чем это связано? Это просто деньги перетекают из одной валюты в другую. То есть там, где сейчас спад идет, оттуда деньги уходят. И там, где валюта растет, они туда приходят. То есть пузырь опять наполняется. Вот. А сейчас я опять начинаю битконнектом тариться, потому что он сейчас подешевел. Ну, относительно подешевел. Если тысяч долларов за монет, это как бы нехило так. Вот. И как на любой другой бирже, мировой, с чем бы она ни была связана, дело в том, что эти скачки, они всегда будут. Они всегда были, будут. И... Подожди. Они всегда были, будут. И дальше будут продолжаться. Потому что, ну, рынок такой, вот. Золото так же скачет, поэтому... И можно накупить из золота. И там, я не знаю, по 2, по 3 тысячи долларов за унцию там. А потом вдруг раз, и все обрушится. И ты остался ни с чем. И твое золото уже дешевле грязи. Поэтому никто не дает тебе гарантии. Никто тебе ничем не обязан. Вот. Ну, как бы... Ну, по поводу гарантий, все, конечно, трейдеры, все эти, вся эта зараза, конечно, любят завлекать тем, что мы там гарантируем рост там, туда-сюда. Никогда этого не слушайте. Никто вам гарантии не даст. А если дают гарантии, значит, врут. Вот. Потому что на рынке гарантий, ну, их просто, в принципе, быть не может. Рынок может расти-расти, а потом вдруг обвалится, и все, и ты остался ни с чем. Поэтому нужно быть готовым ко всему. И никогда не вкладывать свои последние деньги. Потому что, если, как я уже сказал, ты прогоришь, ты, блин, просто будешь чувствовать себя очень хреновым. А если ты еще семейный человек, то это еще хуже. Вот. Вот. И никогда не инвестируйте на биржах или на подобных других вещах. Заемные деньги, это же вообще пипец. Если ты проиграешь, то ты в долги влетишь, блин, на долгие годы, если ты, посмотри, какую сумму взял. Вот. Поэтому ни в коем случае. Если у вас есть свободные деньги, ну, тогда вы можете порисковать. А если их нет, нефиг, как говорится, лезть. Не суйте нос туда, куда собака свой половой орган несует. Поэтому. Вот такие вот делишки. Ну, в заключении, конечно, что хотелось бы еще сказать. Всем хорошего настроения, не переживайте, все будет хорошо. Вы получили бесценный опыт. Вот. И немножко, значит, поумнели. Вот. Вот такие вот делишки. Так что в следующий раз будете, значит, похитрее и не ведитесь на россказни всяких людей. Всегда оставайтесь со своей головой на плечах, чтобы и не позволяйте заливать, значит, всякую гадость в вашу голову. Поэтому. Поэтому вот так вот. Всем, значит, хорошего настроения. Всем спасибо за просмотр. Подписываемся на канал, ставим лайки. Мне это, кстати, очень поможет. А вам это ничего не стоит. Так что до новых встреч, ребятки. Так что до новых встреч, ребятки.